такой классный день вот каждый день он чем-то классный едешь плывешь кто-то скажет ходишь а я плыву я плыву по реке почему отшельник а потому что это немножко такое приучение себя доверие дело в том что он нам дает то что мы заслуживаем это первое и только то что нам надо если ты вот даже поехал без еды тебе обязательно он даст поесть без едино тебя не будешь стараться конечно ловить с неба еда не свалится пью горячую воду очень даже неплохо просто хочу поздороваться пожелать всем доброе утро кто меня смотрит что со мной все в порядке за новыми приключениями опять соль и вода кто-то скажет голодать поехал я еду не голодать я еду за рыбой и под поклевка блин наверно надо якорь красать ну привет привет люди хочется понаблюдать за каждым костиком потому что возможно из-за каждого костика сидит чья-то голова и подглядывает тихонько всем на рыбал всем лечить нервы душу у меня там еще это изгарь с глаз не зывится из-за радости я не знаю доброе утро шиповник сейчас можно еще на обратном пути нарвать все таки все равно зайдем в лес посмотреть что тут такое видите лежанка вытоптана здесь лежала козочка в тенечке куда-то они уходят в лес я так-то не сильно грибнет но пора им уже стать да грибов нет пойдем обратно и зачем я вообще сходил а затем чтоб узнать там где нет человека там полно всего-всего все так думают нет тут ничего никаких грибов идет домой показалось только сказал а тут а тут тут что-то было тут высох какой-то гриб уже все короче ребята на сплаве и вообще в походе всегда есть чем заняться и думаешь как время быстро пролетело погулял по лесу собирал грибы якобы грибы грибов нет пошел половил рыбу рыбы тоже нет кстати я подумал а может не стоит ходить по следам косуль то вдруг какой-нибудь браконьер поставил капканы и оттуда быть всегда ставят капканы там покуда дверь ходит я бы так сделал а вы бы как среди какие они спелы на солнце с его самые самые поспевшие и наверно будет вкусный чай ни разу не пробовал через на листьям надо шиповника или нет наверно нет я возьму только ягодки ну как ты целый раз и ныне какая красота поставить аппетитство на пробу хватит мне надо пол литра чайник говорить ну там и все а там а тут его если понравится то дофига рево заценили природу да хорошо что кастрюльки нанесены метки можно четко экономить воду не разогревая лишнего не тратить газ не тратит лишнюю воду бутылочку с собой возьму еще пригодится вдруг я встречу людей и меня угостят питьевой водой мало воды взял пошло тепло мы пока обработаем от лишних сушенок ягодки я думаю я году лучше обдуть обтереть чем мыть в речной воде может быть я ошибаюсь а питьевую воду не хочу тратить повторюсь спалось сегодня чудесно прямо отменно спальник такой хороший единственное что подушку все у меня что-то вот шея немножко затекла но думаю скоро придет потому что ночью холодно нос высовываешь продувает может где-то шея открыта была я думаю либо отлежал либо ну охладил чуть-чуть сижу и думаю блин ехать дальше или не ехать сегодня выдвинулся дима мой друг с которым мы ездили в астрахани все вы знаете уже он выехал на то место когда мы весной ездили я поймал двухкилограммовую щуку но вы этот фильм все видели фильм называется где живут щуки весной была куча бабочек здесь огромное количество ну короче он поехал в то место это место где-то в пяти километрах от димы вот я думаю если я приеду к диме ведь мой отшельник закончится либо нет неизвестно чё какие продукты дима привез и так далее не ну можно же с димой там мы допустим но уже с людьми опять получится да вот я не знаю так-то охота прям целый день здесь никуда не торопиться сидеть и ничего не делать ну как ничего не делать здесь все время что-то делается здесь можно на лодочке походить и подробно половить рыбку попробовать здесь ее еще там должно полно быть я поймал здесь вчера окуня хорошего почти 300 грамм и щучку на 600 грамм и она у меня еще осталась смотрите какой у меня завтрак может быть но я почему-то пока не хочу так что еды у меня еще и на обед и на это но лишь бы знаете здесь такая фигня да экономишь а потом днем она пропадет пропадет потому что днем будет жарко это точно уже сто процентов а в жаре рыба быстро портится блин вот и не знаю съесть ее может позавтракать а оставить на обед немножко так чуть-чуть хотя обедать я навряд ли буду ну доживет не доживет придется опять рыбу ловить либо и вечером к диме приплыть столько мыслей ну ничего разберемся решил все-таки позавтракать окунь жареный причем очень всем приятного аппетита закипела ой сплыл есть попробую без пакетиков чая думаю будет полезно попробовать чисто вот шиповника без пакетика чая потом когда не понравится можно добросить пакетик чая да в любом случае я думаю водичка будет вкусно и полезно и решил ребят поближе сесть края чтобы туда было видно и сюда было или бываться этой красотой наверное целый день бы просидел так люди появились как рыбалка далеко плывете в речке а докуда здесь понятно понятно когда вышли из речкина из речкина когда вышли сегодня да ну тоже сплавляясь потихоньку переночевал сейчас дальше поеду откуда тоже с речкин спускался ну так на еду щучку да два окуня решила все таки сняться с лагеря оставляя за собой чистоту все все остальное в лодке дровишки и костер не стал жить пусть останется тому кто кому они понадобятся вдруг кто-то захочет остаться ну и все я поплыл дальше по пышме следующая остановка корчага тут недалеко там должен приехать уже дима ну может и не приехал вот так я покомпактнее уложился сидушку убрал поставил вместо нее пенку сидушку вместо спинки назад по уверенней будет рюкзак стоять и освободил максимально ноги ну сейчас еще чуть-чуть добавится конечно но уже будет свободней чем вчера в два раза закину еще разочек здесь а тэн спиннер летит хорошо сейчас мы его приземлим ага и пошли дальше крутить хорошо идет мне нравится как он идет идет ровненько без помех иногда только тройник пересекается с вертушкой вот что и получается сейчас вот он пересекся вот этим он мне не нравится но самого крупного окуня я вчера поймал на нее на него на эту приманку летит хорошо а еще я поймал на риджа вчера вот на такого вечера оригинальный ридж 50-й по-моему ага на него клюнулась сука ну это так я просто бросаю перед поездкой сейчас поедем никто конечно же не клюнет скорее всего поплыли дальше корчаги все я гораздо ниже стал сидеть не то что на сиденье это я уменьшил конечно выпуклость увеличил выпуклость дна но тем не менее здесь перекатов нет камней нет я думаю лодку мы не продерем полюбуемся просторами красотами вода как зеркало класс можно покидать чуть-чуть плывешь так тихо так сказочно и хорошо ветерок тебя крутит немножко хочется наблюдать за каждым кустиком потому что возможно из-за каждого кустика сидит чья-то голова и подглядывает тихонько когда плывешь в лодке как и в автомобиле на ходу грибы собирать нельзя все равно не найдешь я вот с детства еду если по лесу постоянно выглядываю на обочину по лесной дороге думаю что я найду гриб и сейчас остановлюсь фиг то там едешь 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 ни одного гриба только вышел из машины в лес сразу тут как тут куча грибов это я с детства помню давно за грибами не ходил оборвался вот сейчас вижу висать буду морковку типа морковки сначала восьмерку делаю что-то ветерок нас в обратную сторону несет ну ладно пусть пока постоим на месте так вяжем восьмерку на основной леске продеваем через эту восьмерку шнур и обматываем вокруг поводка делаем еще одну петлю с того как проделю и обмотаем раз два три четыре пять шесть семь восемь девять я вижу десять и еще в обратку сколько получится раз два три четыре пять шесть семь продеваем в ту петельку которую мы после восьмерки сделали так продеваем через эту петлю и обратно ее домой посылаю обратно в восьмерку все восьмерочку подтягиваем чтобы у нас узел не выскользнул смачиваем любит любители смачивать вот вот и вот она вот такой крепкий узел она у нас превращается все кончики по направлению закидывания делаем их подрезаем ножничками ножничками вот такая вот типа морковки получилась такая крепкая штука вообще никуда не сдвинулись и под поклевка блин наверно надо якорь бросать кто это опять щука ё-моё какая то GW вот это корчага я это я не верю что я поймал и я опять вот он у этого куста то вот корчага здесь от я спускался здесь от морда была и вот это место я обложил там щука вот видите дерево наклонен было два килограмма и тут вот не доплывая вот пожалуйста забирай еда опять на сегодня на двоих причем все ты дома и какой красавчик все сегодня вечер опять не без рыбы вот эта рыба вот это да мощный кит офигеть блин ребят ну вот это счастье я хочу еще раз побыстрее снять это сегодня природа так одарила не все пересохла хочу попить маленькая вода закончила такой классный день вот каждый день он чем-то классный едешь плывешь кто-то скажет ходишь а я плыву я плыву по реке и мне хорошо и река река опять наградила вот эти здоровым здоровым не знаю точно я даже не знаток в рыбе но по моему это ясь если ясь поставьте лайк или поставьте плюсик комментарии скажите не не это не ясь ну по-моему это ясь я их ни разу не ловил ну а че больше тут ну не чебак же такая рожа блин да не карась по-любому не карась чешуя мелкая значит это ясь вот сегодня будет разный димон приехал там вот за поворотом уже яма называется карчага у нас там сегодня будет лагерь ухты блин где-то плещет таки плещет хорошее место дошел еще ребят поймал я на ультралайт надо его от 0 до 5 грамм надо было что-то так нормально сильно рыба про нее слышал но кстати не сильно сопротивлялась но но ультралайт поймать это это сверх кайфа ну но вряд ли конечно прямая но все равно пытаясь еще еще чего-нибудь поймать вот до той коряги я буду все покидывать путь наверно задержать а такая сечка файл она даже догнал клюнул я думал соцеп нет щука нет окунь окунь и так трясется думаю висит значит щука просто тяжелый молодец офигеть эмоции капец вот так ребят такая природа всем на рыбалку всем лечить лечить нервы душу у меня там еще это изглаз не зовется из-за радости я не знаю все классно я так рад что во первых вчера первую ночь переночевал так себе вторую кайфанул вторую второй день хочу хотел остаться на берегу ничего не делать но позвонил димон лет я приехал и лечу к другу с рыбой он наверно еще не в курсе но мы его эмоции заснимем сейчас вот мы наехали это называется корчага это огромная яма корчага в переводе глиняный горшок большой глиняный горшок сосуд в котором можно ставить тесто захочется просто большой глиняный сосуд огромный и это поэтому назвали корчага ну все пошлите на берег димона удивлять димона новая лодка год консервировалась класс я тут покидал уже ну давай поздоровкаемся давай это он у меня болтается он че видишь че болтается это ужин болтается хороший ну ты че как бы ты будешь здороваться да как я вот грибу сейчас те якорь кинут вот как у тебя хорошо накачано у тебя что слабенько держи меня закажу угадать трех раз кто там нет налим нет еще раз вещь ну почти у яс да офигеть я взял ночью на вертушку на маленькую желтую вот тут перед корягой это недалеко да и щуку взял нельзя поймут да но сегодня ужин в реке не кайфы жарен жарить есть начал жарить это я за мной маленькая запарился за я взял маленькую но все равно лучше чем что угонная же привет люди вот мужики здесь плавали плавали не где-то говорит поклево я решил все-таки поставил сейчас вот этот думаю еще твой подарок поставить в облеротчик да я его похожу ну все ребят ну отшельничество закончилось но рыбалка продолжается мы с Димоном уже будем продолжать этот путь сплавляться уже не будем будем просто ловить рыбу отдыхать ребят добрый вечер мы сегодня опять готовим ужином икра из язер что за рыба это было это был ясь но тут не только язерская икра но и окуня сковородка чугунная никто не переживайте поверхность я не попорчу так и подведем итоги конкурса телеграме правильно ответил василий он назвал вес 1100 на самом деле правильный вес 1045 до 1045 но сейчас я видео приложу и у нас чудесные конкурсы кто до сих пор не в телеграме пожалуйста подписывайтесь и выигрывайте призы василий я тебя поздравляю ты во первых правильно ответил что это есть а во вторых на 50 грамм ошибся и ты получаешь подарок 500 рублей на телефон спасибо за участие конкурсы еще будут продолжаться мы еще не уезжаем еще сегодня поночуем дадим а что самое то интересное тебе расскажи мы поймали щуку окуня ясь а вот вся добыча сегодняшняя наша крашний щука и окунь такой здоровенный окунь попался опять какой то зверь попался блин я то думал это зверь это просто окунь блин так загнул вот такой нормальненький окунь хороший не докатала всех офигенный окунь то я бы сказал 350 диман ничего себе ну-ка окуняра давай теперь теперь мы это все надо изжарить все это было с икрой все с икрой все рыбы были с икрой слюна уже бежит запах офигенный вот вам чувствуете пахнет а я чувствую ну все ребят давайте играть подписывайтесь на youtube и на telegram везде будут конкурсы будет интересно как мы живем как мы кушаем как и отдыхаем все на айс хаус спасибо что вы с нами а мы уже поели икру отъезжаем остатки вот он красавец сейчас мы его будем тоже жарить и вот у нас сегодня ресторанная рыбная кухня с воздух нагреется и все улетит красота опускаемся проверяем ту коряшку где клюнула здоровая щука надеемся что там еще кто-нибудь есть я счастливый я не вру так счастливым и уйду а